Друзья, перед началом этого видео хотел вам порекомендовать игру, которая называется War Thunder. War Thunder это игра, где вы можете взять современный танк Т-64, поехать разносить врагов, или можете взять самый старый танк и на этом танке потихонечку пыхтеть, прятаться в кустах, стрелять, уничтожать соперников. Также в этой игре вы можете взять древний самолет или современный самолет, полетать с друзьями, можете крушить врагов, выполнять крутые пике. И более того, в этой игре помимо... в игре War Thunder, помимо всего присутствует как аркадный режим для людей, которые не хотят сильно вникать в особенности управления техникой, так и режим хардкорный, где можно уничтожить танк или самолет буквально одним выстрелом и где максимально реализованы его физические особенности. Тем более, что все танки и все самолеты в игре настоящие. А тем, кто пройдет по ссылке в описании, мы еще и подкинем бонусов. Золотишко, премиум танк, для того, чтобы хорошенько нагибать, зарабатывать себе всякие там бонусики и прокачивать свои ветки. Это очень крутая игра. War Thunder, рекомендую, ссылка будет в описании. Качайте! War Thunder, парни! Давай, 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 давай! Дави, дави, братан, она не равняется! Всем привет, это Бородатый издай, сегодня у нас Ратрак. Это не заболевание. Ребята, мы находимся в Мюнхене с кучей всяких блогеров. Некоторые из них, наверное, вам знакомы. Вот тут есть Илья Стреколовский, Гурам с Драктаймс, сейчас уже не с Драктаймс, и куча лайфстайл-блогеров, которых мы с вами не знаем, но познакомимся по ходу. А здесь, смотрите, как красиво в гараже выставлены тачки, на которых мы сейчас поедем. У нас X4, 2 литра дизель, 2 литра дизель с номерами 52, 59. О, беленький, белый, белый дизелек. Так, ладно, документы. Нормальная папка для документов, размер солидный, правда? Я бы поехал на мотоцикле, конечно, но что-то как-то такую опцию не предложили. Вот немецкая, да, скрупулезность, смотрите. Открываем папку. Смотрите, как здесь красиво закреплен ключ, да? Вот документы, заметки можно делать какие-то. Мне кажется, здесь надо рисовать карту какую-то. Достаем ключик и можем ехать в путь BMW. Но вообще у нас программа интересная. Оставайтесь с нами, будет круто, я уверен. Посмотрим, как другие блогеры гоняют на BMW, а не только я. А в армянене? Нет, я не армянен. Так, вы сюда съели, да? Ну, это наши, да, белые. У нас 4. А кто вообще? На самом деле, никого. Возвозь. Мы сейчас съедем из Германии в Австрию, потому что наша цель – это горы. Красивейшие горы, которые, я уверен, нас пройдут своим размахом, масштабом. Обожаю горы. Обожаю. Ну, это ли не кайф? Вот такой мне нравится февраль. Солнце светит, немецкий автобан, разрешенной скорости нет, ехать можно как угодно. 170 км в час, так что ехали в нашем прекрасном коллективе из 4х4, 4х4, прям как в горах 4х4, да? Ой, просто кайфец. Какие же все-таки у немцев офигенные дороги. Каждый раз, когда я думаю, что наши сделали хорошую дорогу, оказываюсь в Германии, понимаю, что нет. Опять, опять мимо. Надо лучше стараться. И, конечно, по такой дороге ехать быстро – одно удовольствие. Это безопасно, это отдых, и при этом ты действительно быстро добираешься до места. А я все жду, когда начнутся горы, потому что, говорят, ну, там красота просто неописуемая. А они уже скоро начнутся. Ребят, ну что за кайф? Я валю 200, и это абсолютно легально. Это не безумие какое-то. Я просто могу валить 200, 203, 205, 206. И мне так нравятся вообще километры просто тают, а впереди начинают появляться горы. Блин, я так жду, жду. Прямо сейчас вообще будет круто. Мне сказали, что там внизу, точнее наверху, там есть такое место, где облака, они закрывают землю, и ты как бы над облаками стоишь. Вот я очень хочу в это место попасть. Хотя, судя по тому, сколько там облаков, так и будет. 205, вообще просто дорога идеальная. Просто идеальная. Дорогие друзья, всем вам хорошего альпийского утра. Морозная погода, солнца пока что нет. Начинается наш BMW Driving Experience. В чем суть? Здесь две группы, но немецкая почему-то едет на М2, мы на ИС. Я так понимаю, завтра мы меняемся. Мы едем на 330-х дизельных. И сейчас начнем наше обучение безопасного вождения. Я так понимаю, сейчас будут какие-то змейки и так далее. А потом будет дрифт. Собственно, то, чего все так ждут. Все в предвкушении, все собрались, все в хорошее настроение. Приятного вам просмотра, как мы здесь катаемся. Коптеры в воздухе, горы вокруг. Ну, несчастье, или это просто счастье же, правда? ДИСКИЙМЕР Кайфуешь? Вообще, просто... так много пришлось работать рулем такая мощность когда я вот за рекордацию приехал я понял какие у меня медленные руки на самом деле он говорит быстрее быстрее вот это например на опережение да когда дрифтишь это на опережение тема до того момента когда у тебя ты чувствуешь жопа уже пошла тогда уже поздно крутить ролик ну и конечно же очень сильно работает тема куда смотришь туда едешь это бездец как работает когда особенно у нас был спецучасток на ралли-реди в астрахани в поле было одно дерево и в него два экипажа врезали какое ускорение самое глупое времяпрепровождение сидеть сзади в м2 так до желтой ехать всегда показывать он показал ровно да ничего мы впереди были другую сторону я видел что мы были впереди что за фигня так надо идти сейчас доказывать протест 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 стоит 100 тысяч рублей но она того стоит ну такому человеку с таким количеством биткоинов как у тебя это вообще не страшно не сильно но мы были на пол метра впереди точно точно и как сказал вин дизель неважно выиграл ты сантиметр или милю победа есть победа до того сделал вот так чего не сделаешь победы зачем мы это делаем а дело в том что загрузив заднюю ось мы достигнем лучшего сцепления зимних шин с этим снежным покрытием именно поэтому два человека сидят на тесных сиденьях бмв м2 пока у нас олег расположился во льгота на переднем водительском сидении а вот и забавные шимпанзе посмотрите они общаются внутри группы демонстрируя свою доминантность у этих приматов хорошо развиты лопные доли мозга а то чё смысл уже блядь за какого хрена до какого хрена да мы только сели машину мы только сели в машину я вообще на ручнике стартанул ну как так то блин так короче я понял поход делал на российский вариант да 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 короче они начали подыгрывать просто мы после первого раунда выигрывали 82 и чтобы немцы не сильно обижались теперь нас заслуживают мне кажется ситуация как вы на олимпиаде в сочи точнее не на олимпиаде в сочи хиньяне короче политическое момент иметь место добавить соревнования все начинают сразу ненавидеть у нас сейчас полицейские развороты здесь просто все на диком короче очки потому что реально площадка достаточно маленькая я говорю что я сейчас сделаю это просто легко вообще как делать нечего мы сделаем это по-любому вот сейчас я начал процесс и мне теперь жив жив небольшой появился признавайся так у нас проблема ну ладно попробуем я говорил что сделаю я сделал я сделал я сделал Да. И туечку. Опа! Красавчика. Красавчика. Короче, ребята, я сделал. Дима снял, я молодец. Я молодец. Сейчас будет делать Гурам, Илья стреколоски сейчас будет делать. А вы газ отпускали, когда это делали? Или все время в пол? Конечно, отпускали. В какой момент? Я чувствую, сейчас будет весело. Когда ты делаешь ворон и распускаешь газ. Да, ты руль выкручиваешь и без газа это делаешь, тебя по инерции несет. Короче, как видите, вот это упражнение сегодня первое, которое вызвало всеобщее обсуждение и ажиотаж. Потому что, на самом деле, когда ты набираешь, когда ты как бы здесь стоишь на улице, общаешься, тебе кажется, что все зашибись. Но как только ты садишься и понимаешь, что ты сейчас будешь разворачиваться, а площадка достаточно небольшая, ты набираешь скорость там 40 км в час, и тебе кажется, что задним ходом, да. И тебе кажется, что она более чем избыточная, эта скорость. Вот. И когда ты уже выкручиваешь, тут у тебя страх отключается на пару секунд. Как бы ты делаешь дело. Не в штаны. А, просто делаешь дело. Вот. И делаешь все правильно. Пока инструктор явно очень рад, что у всех получается. Он прям уже напевает. Он явно в это не верил. Ха-ха-ха. Ум description. Ум. Пока! Продолжение следует... 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 поворот друзья мы традиционно забыли записать финал видео потому что каждый раз когда мы ездим в поездке мы говорим он запишем по пути в самолет нет потом запишем в аэропорту нет потом запишем в самолете потом короче мы садимся в такси разъезжаем все по домам и забываем вот собственно этой финалка надо сказать что поездка получилась очень насыщенная очень круто когда представительство приглашает именно блогеров причем блогеров из разных сфер не только из автомобильных и мы можем просто пообщаться между собой за это получается много угара много веселья надеюсь это видео отображало то что там происходило ну и конечно сплошное удовольствие ездить боком на автомобилях бмв это всегда кайфово спасибо что смотрели это видео внизу будет ссылка на всех блогеров которые принимали участие в этой поездке ну и также не забывайте что там же есть ссылка на мой инстаграм контакт и телеграм пожалуйста жду вас подписчиках спасибо что смотрели это видео а мы снова в морозной москве хотя уже блин конец марта когда эта зима закончится пока